С момента очередного воцарения Владимира Путина на посту президента Российской Федерации в стране развернулась очередная кампания по борьбе с коррупцией. Практически в каждом регионе Российской Федерации прошли громкие дела с задержаниями, арестами, судами над чиновниками, причастными к тем или иным коррупционным проявлениям. Складывается ощущение, что это была некая разнарядка. В каждый регион обязательно найти организованную преступную группировку сообщества в среде чиновничества, разоблачить его и явить населению результаты борьбы с коррупцией. Буквально 10 дней назад, видимо завершая этот процесс, Федеральная служба охраны провела социологическое исследование на тему удовлетворенности населения и оценки населением вот этой самой борьбы. К величайшему удивлению Федеральной службы охраны, реакция населения вовсе не была благодарной или умиленно счастливой. 75% россиян расценили эту борьбу всего лишь как передел собственности, передел зон влияния, а вовсе не как антикоррупционную борьбу. Башкортостан не явился исключением. Башкортостан тоже вошел в эту акцию, программу, в эту кампанию по борьбе с коррупцией. И в Башкирии объектом для вот этих репрессий был избран господин Гурьев и люди, причастные к Министерству земельных и имущественных отношений времен Рустема Хамитова. Напомню, что господин Гурьев занимал пост вице-премьера и министра земельных и имущественных отношений, начиная с 2014 года и по 2018 год, ушел в отставку с приходом ради Хабирова и в общем-то стал вот объектом этого преследования, которое мы сейчас наблюдаем. Чтобы понять, насколько натурально, искренне происходят вот эти процессы по борьбе с коррупцией в республике Башкортостан, или это всего лишь какая-то компанично преследующая какие-то частные интересы политические или экономические, было бы полезно проанализировать версии вообще происхождения этого дела Гурьева. И на самом деле этих версий несколько. Начнем с глобальных и будем двигаться в сторону частных. Глобальной версией, как я и говорил, является версия федеральная общеполитическая, версия о том, что федеральная власть заинтересована в демонстрации борьбы с коррупцией. Ни для кого не секрет, что коррупция в республике Башкортостан и в Российской Федерации в целом, конечно же, зашкаливает. И население не может не обращать на это внимания. Кроме всего прочего, коррупционная составляющая во власти Российской Федерации в Башкирии, конечно же, уже отражается на экономическом состоянии страны. Этого не может не понимать федеральное руководство страной. Насколько мне известно, федералы относятся к коррупции значительно более резко уже, чем региональные власти, и не потому, что они лучше, умнее или честнее, а потому что они отчетливее понимают опасность в целом для режима для страны, этого явления, а на местах еще сами к себе относятся более снисходительно. Таким образом, если предполагать, что арест Гурьева является всего лишь маленькой частичкой той федеральной мозаики, то придется предполагать о том, что существует некая разнарядка и некое обязательное событие в каждом регионе, в каждом отдаленном уголке Российской Федерации, где было велено найти коррупционеров. И тут, конечно, появляется масса сомнений в том, насколько объективно был этот отбор. Так, дело в том, что, конечно же, нынешней власти выгоднее, чтобы среди коррупционеров оказались представители предыдущей и ушедшей команды. Было бы очень нездорово сейчас искать этих коррупционеров среди вновь пришедших на должности и к управлению республики, хотя, если честно, уже пора. И, в принципе, есть признаки того, что кое-кого из новой команды тоже, в принципе, можно уже и арестовывать. Сегодня мы поговорим о деле Евгения Гурьева, об аресте и следствии. Пожалуй, о самом громком деле в антикоррупционной кампании последнего времени. За истекший месяц произошло и не произошло достаточно много событий. В общем, есть о чем поговорить. Но сначала предыстория и, вкратце, то, с чего все начиналось и к какому состоянию пришло на данный момент. Предыстория такова, что 1 апреля 2019 года Евгений Гурьев, бывший вице-премьер правительства и министр имущественных и земельных отношений, был арестован и 3 апреля он был взят под стражу. Суд определил ему меру пресечения содержания под стражей в течение практически двух месяцев. Как-то там странно, до 20 мая. Однако есть информация о том, что следствие попробует продлить срок содержания Гурьева под стражей раньше 20 мая. Зачем это делается, я не знаю, но, видимо, там есть какая-то процессуальная технологическая хитрость. Так вот, более месяца Гурьев уже находится под стражей. До его ареста была арестована госпожа Эльвира Берг, директор МУП управления административных зданий. И, собственно, этим круг подозреваемых по делу Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан был очерчен. Собственно, в чем и кого подозревают. Первоначально господина Гурьева и госпожа Берг обвиняли в том, что они незаконно отторгли государственное имущество, которым управляло вот это предприятие управления административными зданиями, земли, и эти земли были переданы под застройку предприятию СУ-10, которое контролирует Валерий Мансуров, депутат госсобрания. Участки эти находились на улице Мингажева и улице Дорофеева. Однако на самом первом этапе выяснилось, что госпожа Берг, через которую производились все эти операции, не имеют прямого отношения к Гурьеву, не находилась в его прямом подчинении, не прослеживается прямого взаимодействия между на тот момент вице-премьером и директором подъездственного предприятия. Да и, собственно, подписи на документы стоят вовсе не Гурьева. Эльвира Берг отказалась давать показания против Гурьева. Собственно, она их, видимо, и не могла дать, потому что, напомню, никакой связи технической и служебной между ними не существовало. В общем, эта версия как-то не сработала, и в определенный момент появился некий новый пакет обвинений в отношении Гурьева, тоже связанных, в общем-то, и с СУ-10, и с ПСК-6, и еще с некоторыми предприятиями. И вот в этих обвинениях стоит, как бы, покопаться и разобраться отдельно. Первый эпизод обвинений в отношении Гурьева эпизод с землей Лимонария. Ну, собственно, об этом много писалось и говорилось. Я не буду загромождать сегодняшнюю передачу цитатами юридических документов, номерами постановлений и судебных решений. Вкратце ситуация выглядит так. СУ-10, которая была заинтересована в участке земли около Уфимского Лимонария, написала просьбу в Министерство земельных и имущественных отношений о том, чтобы им выделили эту землю, продали, передали и так далее. То есть, ну, нашли вариант передачи этой земли под застройку жилым домом. Министерство земельных и имущественных отношений отказало на тот момент. СУ-10 обратилась в суд, суд выиграла, арбитраж выиграла. И, в общем, на основании постановления, вот это очень важный момент, правительство Республики Башкортостан получило эту землю. Более того, еще одним моментом обвинения в отношении Гурева по этому вопросу является цена, по которой СУ-10 получила эту землю. И обвинение усматривает здесь злоупотребление в том смысле, что цена была занижена. Однако, цена определялась напрямую постановлением правительства Республики Башкортостан. Подписанное это постановление было господином Мордановым, на тот момент премьер-министром правительства Республики. Собственно, тут получается немножко абсурдная картина. Гурева обвиняют в том, что он исполнил решение суда. Напомню, что решение суда в Российской Федерации носит силу закона. И обязательно для исполнения всеми гражданами и организациями, юридическими, физическими лицами и всевозможными ведомствами, то есть не подчиниться решению суда, Гурев технически не мог, будучи дипломированным юристом и человеком, понимающим, как исполняется закон. Кроме того, напомню, что существовало постановление правительства, которое тоже подписывало не Гурев, а Морданов, в котором была указана цена, по которой должен быть продан участок. Вот этот вот эпизод с землей Лимонария. Очень важно понимать, что интересантом, конечным интересантом вообще всего этого процесса был Валерий Мансеров. Он получил земельный участок, он там строил дома. Следующим эпизодом обвинения, которое сейчас трактует следствие, является эпизод с землей на Уфимском шоссе. И даже тут не столько земля на Уфимском шоссе, сколько земля на Софье Перовской. То есть там произошла достаточно необычная история, когда были обменены два участка один на другой. Тут надо немножко подробнее остановиться. На одном из участков, на Софье Перовской, находился склад, принадлежащий Уфимскому театру. Театр – подведомственное предприятие Министерства культуры, естественно. И, в общем-то, в интересах этого министерства вся эта сделка и производилась. Суть в том, что складское помещение пришло в негодность, практически было разрушено. Это складское помещение использовалось для хранения декораций театра. И, в общем-то, в отсутствии денег у театра и у Министерства культуры сложилась достаточно такая плачевная ситуация, что не знаем, что делать. На ремонт денег нет, хранить негде и так далее. Тут появляется некое предприятие ООШКО, которое предлагает поменяться театру. Внимание! Предлагает поменяться театру Министерству культуры, как ведомству, которому принадлежит театр, и самому театру, предлагает обмен на участок на Уфимском шоссе. Там тоже участок земли и тоже склад. Но склад в вполне рабочем состоянии. Там плюс-минус одинаковые площади, но, в принципе, это решение для театра. Находится схема по обмену вот этих земельных участков. Она утверждается в Министерстве земельных и имущественных отношений. И театр получает в обмен на разрушенное здание, здание нормальное, на другом участке земли. Кроме всего прочего, театр еще вдобавок выторговывает себе новенький автомобиль для грузовой, такой красивый, как газон «Некст», для перевозки вот этих декораций и вообще для своих хозяйственных нужд. Предприятие, которое получает этот участок, уфимский хлеб, уфаинвест, они, ну, как бы, вот, передают безвозмездное пользование театру этот автомобиль, как бы в придачу к этому участку. В принципе, основными интересантами всех этих процессов было вот это ООО «шка» и театр. По соглашению они свои интересы удовлетворили. Суть обвинения следствия в том, что, получив участок с разрушенным складом, ООО «шка» меняет категорию земли и начинает, ну, там, или пытается там что-то строить, по крайней мере, теперь там можно строить, и земля резко возросла в цене. Собственно, здесь уязвимость этого обвинения заключена в том, что достаточно типично в последнее время обвинения должностных лиц в том, что они, там, передают кому-то землю, земля меняет свой статус, становится сильно дороже, там, распродается по частям, либо целиком, ну, в общем, на этом кто-то наживается. Ну, в таком случае нужно, наверное, принять какую-нибудь законодательную норму о том, что земля должна передаваться от государства кому-либо только на условиях своей максимальной стоимости. Ну, то есть, вот, довести ее до максимальной стоимости, там, категории и прочее, тогда можно продавать, но такой нормы не существует, и чиновники, в принципе, не обязаны контролировать эту стоимость. У них есть четко регламентированный порядок, согласно которому они продают, передают и так далее эти участки. Резюмируя вот эту часть обвинения по театральному делу, так называемому, в отношении Гурева, хочу отметить, что в первую очередь запрос и интерес по этому обмену земли исходил от Башкирского театра оперы и балета. Именно они были просителями в этой ситуации, в том смысле, что находясь в безвыходной ситуации, они нашли вот это решение, Министерство культуры его полностью согласовало. Более того, сейчас сторона защиты Гурева, анализируя документы, уставные документы театра, документы Министерства культуры, приходят к выводу и в состоянии доказать, что вот эта сделка по обмену земельного участка прошла строго согласно тем регламентам и законодательным нормам, которые существуют для этих предприятий. В общем, конечно, вот именно этот эпизод никакой критики не выдерживает. Третий эпизод нового пакета обвинений Гуреву связан с компанией «Стройинвест». И особая ирония заключена в том, что эта компания принадлежит известному и скандальному строителю уфимскому и башкирскому Андрею Носкову. Общеизвестно, что отношения между Гуревым и Носковым нельзя назвать было не то, чтобы дружескими, а даже нормальными. Общеизвестно, что между этими двумя людьми существовал постоянно действующий конфликт. И мы знаем как бы манеру поведения господина Носкова на рынке и вообще в пространстве республики. Человек этот, овеянный легендами всевозможных скандалов. Мы помним, как он бежал в Черногорию, потом вернулся, потом был арестован. Буквально через сутки его отмазали, вытащили, отпустили. В общем, человек достаточно токсичный и, напомню, на момент событий, которые описываются в обвинительных документах, находившийся в глубочайшем конфликте с Гурьевым. Очень было бы сложно предположить о том, что Гурьев и Носков связаны какими-то коррупционными действиями. И, собственно, вот этот эпизод по земле на улице Чернышевского, который тоже вменяется в вину Евгению Гурьеву, по мнению следствия, по мнению обвинения, протекал примерно в том же самом режиме, что и эпизод с землей Лимонария. Носков обращается с просьбой передать ему некие ветхие неиспользуемые строения и земли под ними ему под застройку. Министерство земельных и мощных отношений ему отказывает в этом, не находя оснований. Носков обращается в суд, выигрывает суд, суд назначает торги. МЗИО, согласно решению суда, вынуждено объявить эти торги. Носков покупает на торгах эту землю. Ну, по логике вещей, на самом деле, она была нужна только ему, потому что эта земля прилегала к участку, который уже застраивал Носков, и, естественно, желающих его купить не находилось. Не было смысла ни для кого, кроме самого Носкова, и, собственно, на этом все и закончилось. Однако, Министерство земельных и имущественных отношений, возглавляемые на тот момент Гурьевым, теперь обвиняется в том, что в этой сделке содержатся некие коррупционные элементы. В ней также присутствует постановление правительства, там также есть подписи Морданова, определяющие цену и прочие, значит, параметры этих процессов. В общем, очень сильно похожи на дело Лимонерия. И вот по этим двум эпизодам, по эпизодам с СУ-10 и по эпизодам с ПСК-6, трактовка следствия наводит на мысль о том, что, судя по всему, люди, формулировавшие вот это обвинение, не обладают достаточными компетенциями, чтобы, ну, внятно давать юридическую оценку этим событиям. Однако, о мотивах следствия мы поговорим чуть позже. Второй версии по значимости и по порядку можно считать версию политическую, но региональную. Напоминаю, что в сентябре 2019 года состоятся выборы главы Республики Башкортостан, что временно исполняющему обязанности радио Хабирову нужно набирать очки и показывать населению, какой он хороший во всех сферах и отраслях, в том числе в борьбе с коррупцией. Ну, в принципе, это логичное такое размышление. Однако, здесь я бы подверг сомнению эту версию. В принципе, она для меня одна из наименее вероятных в том смысле, что слишком уж невзрачный в прямом и переносном смысле выбран объект для подобной иллюстрации. Дело в том, что господин Гурьев был наименее заметной фигурой в правительстве в плане медийном. И если бы не вот эта парочка статей на тему Большого Хабка, которую, собственно, тоже читали только специалисты, наверное, фигура Гурьева могла бы считаться наименее заметной и наименее значимой в медийном смысле. Соответственно, и эффект от подобных действий, если он истолкован только политической корыстью, конечно, был бы и будет минимальным. Я, повторю, не склонен считать, что команда Хабирова избрала Гурьева именно объектом своих преследований с точки зрения пиара перед выборами, однако, существует несколько других резонов для этой команды, в соответствии с которыми можно было бы и нужно было бы для них совершать вот эти действия. Собственно, самой вероятной, самой правдоподобной версией и версией, в которую, собственно, верит население Российской Федерации в отношении всей этой якобы борьбы с коррупцией, является версия перераздела зон влияния. Для меня эта версия тоже представляется наиболее вероятной и наиболее жизнеспособной в отношении дела Гурьева. И вот почему. Министерство земельных и имущественных отношений ключевое ведомство и самое ресурсное ведомство, в распоряжении которого находятся, собственно, все материальные ценности, принадлежащие государству и республике в разных комбинациях, управлениях и так далее. Это источник приватизации, источник земли, источник передачи имущества от государства частным лицам и компаниям. Соответственно, конечно же, Хабиров и его команда безусловно, без всяких ироний и всевозможных предположений, заинтересованы в контроле над этим ведомством. Напомню, что ведомство это сейчас контролируется господином Полставаловым, старым добрым соратником ради Хабирова по юридическому институту. Мы делали передачу про этого господина конечно же фигура Полставалова вызывает масса вопросов, но его главное преимущество в том, что он абсолютно управляемый и не сильно самостоятельная фигура. Чего не скажешь о Гурьеве. Гурьев был и остается очень грамотным юристом и действия Гурьева на этом посту это подтверждают. Гурьев вряд ли вписался бы в компанию Хабирова и собственно в первую очередь он не вписался бы в окружение Хабирова. Цели и задачи этого окружения напомню очевидно разнятся с целями и задачами самого Хабирова. В этом такая существенная большая проблема нынешней конструкции власти. И устранение Гурьева из Министерства земельных и имущественных отношений в том числе через вот это уголовное дело выглядит вполне логично. Рассматривая версию о переразделе получении рычагов воздействия на региональную и федеральную собственность, конечно же, было бы глупо предполагать, что лично Хабиров будет заниматься перераспределением этой собственности, однако именно в этой сфере у Радио Хабирова, в отличие от многих других, уже существует готовое административное решение. У него есть его родственник господин Шуваров, руководитель СРО Евросиб, у него под рукой есть господин Полставалов, до недавнего времени, Хабиров в этом смысле пользовался господин Шлык, который был буквально еще несколько дней назад заместителем министра земельных и имущественных отношений и фактически руководителем этого ведомства. И вот эта готовая конструкция могла бы работать и работает на самом деле только в отсутствии Гурьева, потому устранение Гурьева, конечно, было логично. То, что касается вот этих фигур Шуваров, Полставалов, Шлык, то тут, конечно, есть некие подводные события, не очень заметные как бы всем. Дело в том, что эта троица уже успела замазаться в определенных процессах. Именно в связи с этими процессами спешным образом господин Шлык был устранен из Министерства земельных и имущественных отношений. Не знаю, какова будет его дальнейшая судьба, но есть версия, есть представление, предположение о том, что, как говорится, безнаказанно этот господин из республики не уйдет. Прошу отметить, что вот эти процессы, не вполне законные и связанные уже с определенными криминальными проявлениями, произошли буквально за несколько месяцев воцарения вот этой команды вокруг Министерства земельных и имущественных отношений. Перечислив обвинения, которые выдвигаются в адрес Гурева, давайте поговорим теперь о тех действиях, которые совершило следствие в прошедший месяц, пока Гурев сидит в следственном изоляторе. Вообще, как ни странно, эти действия можно охарактеризовать кратко, как бездействие. Практически никаких следственных действий в отношении Гурева не производится, не проведено ни одной очной ставки, выемки в Министерстве земельных и имущественных отношений документов завершены, и вообще сам по себе арест Гурева, конечно, вызывает много вопросов. Я вообще полагаю, что это в чистом виде акции устрашения, в том смысле, что доводы следствия о том, что Гурев может воздействовать на свидетелей, там еще что-то, они абсолютно несостоятельны, хотя бы потому, что вся база доказательств и обвинений в отношении Гурева строится исключительно на документах, которые полностью находятся в распоряжении следствия. Повоздействовать на документы Гурев уже не может, а свидетелей, собственно, там практически и нет. Ну, кроме того, что следователь Борисов в последний момент, уже практически по истечении первого месяца ареста, вдруг решил арестовать имущество Гурьева с целью его сохранения и недопущения его разбазаривания. Особенно комично, потому что следователь Борисов арестовал вовсе не имущество Гурьева, а имущество, принадлежавшее его жене. Кроме всего прочего, это имущество, а речь идет о земельном участке, даже не было приобретено, куплено за деньги, а было получено бесплатно от государства по программе выделения земельных участков для многодетных матерей. Выглядит это, конечно, крайне непрофессионально. Уже написана жалоба и в прокуратуру и в следственном комитете со стороны защиты Гурьева в отношении этих странных действий следователя Борисова. Я надеюсь, что оценку этим действием дадут. Также были арестованы две квартиры Гурьева. Примечательно, что обе эти квартиры куплены были в ипотеку и до того момента, когда Гурьев вообще пришел на государственную службу. Было бы полезно понимать, что до прихода в правительство Гурьев вообще-то занимал высокие посты в крупнейших банках Республики Башкортостан. Уже был достаточно состоятельным человеком и за последние 10 лет его официальный доход составил 70 миллионов рублей. Что, собственно, не позволяет предполагать, что вот эти квартиры куплены на какие-то криминальные доходы и так далее. То есть, ну вот, арест этих квартир, кстати говоря, владельцем этих квартир Гурьев является только на одну шестую часть, а остальная часть принадлежит его жене и несовершеннолетним детям, выглядит по меньшей мере смешно. Я надеюсь, что надзорные органы определенным образом отрегулируют вот эту ситуацию, ну и не дадут, по крайней мере, позориться Следственному комитету. Сам по себе Следственный комитет, конечно, в этой ситуации выглядит достаточно тускло, и я все-таки считаю, что кто-то определенным образом или спровоцировал, или принудил вот к этим действиям, потому что, ну, предполагая, что, в общем-то, наверное, люди, занимающиеся делами подобного уровня, являются грамотными юристами, нельзя прийти к выводу, что они вот так вот сильно ошиблись. Скорее всего, конечно, их к этому кто-то принуждает. Федеральная, либо региональная власть я еще точно не знаю, ну, вот ощущение принужденности тут есть. В последнее время в ходе следствия к защите Гурева были подключены кроме уфимских адвокатов еще и московские, которые достаточно иронично относятся к тому обвинению, которое выдвигается вот в части того, что мы перечисляли в предыдущей части передачи, я имею в виду вот эти эпизоды с землей Лимонария, эпизоды с землей по СК-6 и вот этот театральный эпизод с обменом земельных участков, адвокаты и сторона защиты в принципе довольно спокойно оценивают вероятность выдвижения обвинений по этим эпизодам и судя по всему само следствие тоже это чувствует и потому внезапно следствие вернулось к первоначальной версии обвинения. Я имею в виду вот эти вот участки, выделенные СУ-10 через госпожу Берг и так далее. Следствие в последние дни опять пытается развернуть ситуацию в ту сторону, несмотря на то, что господин Мансуров, господин Ахметов столь многочисленно перечисленные в тех знаменитых статьях Большой Хапок никоим образом следствию не привлечены, не опрашиваются, не допрашиваются, не рассматриваются в качестве подельников или обвиняемых, что кстати говоря странно, если следовать логике следствия, ну выгодоприобретательным это кто был. То есть по всем эпизодам, которые вменяются Гуриеву, существует выгодоприобретателя. Ну это конкретно известные лица, это господин Мансуров, это господин Ахметов, ну и господин например Носков по эпизоду с землей на улице Чернышевского. Вопреки всякой логике следствие этих людей не рассматривает как заинтересованные лица и как часть вот этой преступной группировки. Если следовать этой достаточно странной логике, то Гуриев действовал исключительно из хулиганских побуждений. Дело в том, что обыски, которые прошли в квартирах Гуриева, не дали вообще никаких результатов от слова совсем. В том смысле, что не было найдено вообще никаких денежных средств, ну кроме там каких-то сумм в рамках двух зарплат взрослых людей, которые там проживают. И вообще никаких ценностей, я имею ввиду, традиционных для подобных случаев золотых слитков, коллекций швейцарских часов, живописи эпохи Ренессанса и так далее. Напрашивается вывод, что если речь идет об имущественном преступлении, корыстном преступлении, то должны быть какие-то следы этой выгоды. Если следствие исключают и выводят за рамки выгоды приобретателей господина Мансурова, Носкова и прочих интересантов, то где же тогда эта выгода спряталась? Ну в общем, конечно, очень нелогично. По поводу Мансурова и Ахметова, конечно, ситуация выглядит особо комично в том смысле, что насколько конкретно эти оба господина упоминались как подельники Гурьева в этих статьях Большой Хапок, а статьи эти, ну, как теперь уже стало известно и инициированы одним из членов команды Хабирова в тот момент находящегося в изгнании, теперь с той же самой последовательностью и настойчивостью эти господа Ахметов и Мансуров из числа подозреваемых всячески исключаются. Дело в том, что, ну, господина Мансурова вообще как-то очень даже сейчас неудобно привлекать к уголовной ответственности, потому что он вовлечен в такое огромное количество строительных процессов, в том числе связанных со строительством социально значимых объектов, что его арест, обвинение, не дай бог, значит, там, посадка в тюрьму вызвал бы, ну, действительно, коллапс, наверное, в строительной сфере. господин Ахметов же вообще какой-то неуловимый джо, в том смысле, что выяснилась его тесная, не всегда дружественная связь с господином Шуваровым, но вполне себе деловая. И складывается ощущение того, что Урал Анасович Ахметов здесь избрал для себя некую иную линию защиты и некий иной способ уйти от ответственности, на мой взгляд, не вполне вписывающийся в законные рамки. И именно с ним связан вот этот вот странный эпизод. Пока мы можем только предполагать, о чем идет речь, но уже, в общем-то, это секрет Полишинеля, а именно в Уфе был задержан некий посредник с крупной суммой денег, которая странным образом связывала фигурантов этого всего дела, я имею в виду господина Ахметова и господина Шуварова и еще некоторых весьма значимых лиц в руководстве сейчас республикой Башкортостан, причем политическом руководстве. Пока это дело не придается огласке, но, насколько мне известно, это мое оценочное осуждение, именно с этим делом связано спешное устранение господина Шлык от должности заместителя министра Министерства земельных и имущественных отношений, и, в общем, наверное, эта история будет иметь достаточно существенные последствия, и в том числе в контексте дела Гурьева. Я пока не знаю, связана ли вообще вся эта история с делом Гурьева отдельно, или только, например, с господином Ахметовым Шуваровым и прочими, но, тем не менее, это дело уже существует. В общем и целом, конечно, оценивать позицию следствия сейчас сложно. Следствие вернулось к своим истокам и не получив раскаяния и показаний от госпожи Берг, взяло в оборот заместителя министра имущественных и земельных отношений на тот момент, когда там работал Гурьев, господина Газизова. Альмир Газизов как известно ставленник все того же господина Ахметова в Министерстве земельных и имущественных отношений, более того, они односельчане. И господин Газизов собственно и подписывал как заместитель министра все документы по передаче этих земельных участков от ГУП управления административными зданиями к СУ-10. Следствие сейчас всячески склоняет господина Газизова дать показания о том, что Гурьев принуждал его подписывать эти документы. Довольно странно выглядит то, что следствие никак не рассматривает версию о том, что возможно господин Ахметов и Газизов самостоятельно совершали эти действия в интересах СУ-10. И причем здесь, как говорится, Гурьев и вообще как можно целого заместителя министра взять и заставить подписывать документы. Собственно, конечно, история с попыткой добиться от Газизова показаний в отношении Гурьева, конечно, выглядит достаточно отчаянно. На мой взгляд, эта история иллюстрирует то бедственное положение с точки зрения обвинения, в котором находится сейчас следствие. Более того, господин Газизов, давая показания в отношении Гурьева, ставит в очень неловкое положение и себя, и своего покровителя, господина Ахметова. В общем, конечно, тут ситуация складывается очень странная. Посмотрим, что будет происходить в дальнейшем. На носу у нас как раз рассмотрение вопроса о продлении или не продлении ареста господина Гурьева. Кроме всего прочего, хотелось бы отметить, что статус закрытого следствия и закрытого судебного рассмотрения всех вопросов, связанных с господином Гурьевым, тоже вызывает массу сомнений. Вообще, в принципе, в действиях Гурьева и в тех эпизодах, которые рассматриваются этим процессом, ну, собственно, не содержатся ни военные тайны, ни события, связанные с изнасилованием несовершеннолетних или еще какими-то факторами, которые могли бы делать процесс закрытым. Однако, суд тщательно каждый раз делает процесс закрытым. Мы не понимаем, почему, собственно, пытались попасть на суд и послушать доводы сторон, нас оттуда устраняли именно под этим предлогом. Складывается ощущение, что неполноценность вот этих аргументов и являются причиной закрытия этих процессов. Но в ближайшее время, я думаю, мы увидим развитие этой истории. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова